Всем привет! С вами Юлия Кондратенок, а значит вы на канале Процветок. И сегодня мы вместе с вами разбираемся, как же поступить с кротами, которые поселились на вашем участке. Крот это, конечно, очень нежелательный гость, с одной стороны. С другой стороны, если посмотреть на это животное с экологической точки зрения, все может оказаться не так уж и плохо. Но мы начнем, конечно, с точки зрения хозяев. Кротовые кучки изрядно портят нервы владельцу газонов, огородов, клумб и так далее. Придя в теплицу, многие из нас хватаются за сердце, увидев подорванные кусты помидоров, только потому что там прошелся крот. Он не ест корни, не грызет их, как считают некоторые, нет. Он охотится за своей добычей, червяками, личинками хрущей, медведками и прочими насекомыми, слезняками и прочих, которые живут в почве и на ее поверхности. Но в ходе своей жизнедеятельности он все-таки проводит, в прямом смысле слова, подрывную деятельность, подрывая корни, вызывая увядание и засыхание так дорогих нашему сердцу помидор, огурцов и прочих декоративных растений. Так как нам поступить с кротом? Современные технологии предлагают огромное количество методов, от вполне миролюбивых экологичных, заканчивая очень жесткими и жестокими. Но обзор мы начнем с самых экологичных, конечно же. И самый экологичный, самый надежный метод, который позволяет сберечь и урожай, и нервы владельца, и здоровье кроту – это использование надежных заборов с заглублением ниже точки промерзания сплошным слоем, чтобы крот не смог подкопаться, либо кротовых сеток. Использование кротовых сеток в теплице, я вообще считаю, что это должно быть обязательным условием. Это не позволяет кроту проникнуть ни снаружи, ни изнутри, внедриться ни снизу, ни сбоку. И сберегает здоровье кустам и здоровье владельцам. Конечно, сетки стоят денег, их укладка тоже стоит времени, денег и усилий. Поэтому многие из наших владельцев ищут более дешевые способы. Какие же это? Ну, во-первых, это, конечно же, отпугиватели. Второй наиболее экологичный способ. Если мы не хотим нанести урон кроту, значит, нужно его отпугнуть. Для отпугивания можно использовать самые разные средства. Это может быть звуковой, шумовой отпугиватель в виде вертушки, шумелки, всем известных стаканчиков на колышках, расставленных по саду, которые под действием ветра постоянно вращаются, шумят, передавая вибрации на те палочки, веточки, торчки, на которые они одеты. Это заставляет крота встревожиться, ведь, несмотря на отсутствие практически зрения, у него очень острый слух и нюх. Вот о нюхе мы поговорим отдельно. И заставляет его нервничать и уходить с участка. Однако замечено, что со временем крот понимает, что вот эти все дыр-дыр-дыр-дыр-дыр не несут никакого для него вреда, ну, кроме расстройства слуха. И они часто возвращаются. Поэтому многие из владельцев обращают внимание на отпугиватели ультразвуковые. Они представляют собой различного рода конструкции. От небольших штырьков, которые втыкаются в нужное место, до довольно серьезных устройств, кстати, тоже закапываемых в почву. Главное помнить, что эти устройства должны покрывать по своей площади воздействия весь ваш участок, иначе крот придет и раскопает там, где нету отпугивателя. В целом, если вы согласны терпеть иногда легкий, тонкий писк, этот метод действует. Но следует помнить, что радиус действия, опять же, небольшой. Еще один способ, учитывая острый нюх крота, это раскладывание различных пахучих веществ. Многие садоводы рекомендуют действительно жесткие средства, такие как тряпки, промоченные керосином, бензином, нафталином и прочими продуктами нефтепереработки, в почву пролив этими веществами кротовин и так далее. Лично я категорически против таких методов. Таким образом, да, крота мы отпугнем, но заодно изрядно загрязним и без того загрязненную нашу почву и окружающую среду. Поэтому обратите внимание на более экологично безопасные способы. Крут не выносит запах и многих остропахнущих растений, таких как чеснок, острый перец, многие виды наших пряно-роматических растений, это может быть бархатцы и так далее. Но следует помнить, что менять вот эту пахучую приманку следует регулярно. Как только она выдохлась или испортилась, следует в норку ложить новую. Тогда кроту станет некомфортно, и он в конце концов покинет ваш участок. Ну и, наконец, есть, откровенно говоря, химические специальные таблетки и гранулы, которые следует вкладывать в норки, вот там, где они прокладывают ходы, раскрыть их, положить эту таблеточку и закрыть обратно. Эти таблетки, эти гранулы выделяют очень неприятно пахнущие для крота вещества. Они не убивают его, они его отпугивают. Но это не значит, что крот не проложит мимо отравленного хода другой ход и подымет землю в новом месте. Поэтому многие из садоводов, просто отчаявшись, хватаются за крайние меры, а именно ловушки, капканы и даже электрические умертвители кротов. В таком случае крот, попав в такую ловушку, может и погибнуть. В целом, с экологической точки зрения, крот довольно-таки полезное животное. Давно замечено, что там, где есть кроты, практически исчезает медведка. А эта бич, я вам скажу, еще почище крота. Заметно меньше на таких участках встречается и личинок хруща. Это его основная добыча. Поэтому использование кротовых ловушек с умерщением крота, я считаю, не самым целесообразным способом борьбы. Дело в том, что крот, помимо того, что он прокладывает ходы, он очень благоприятно сказывается на общей структуре почвы. Делает ее более аэрируемой, проницаемой для воздуха, структурированной, можно сказать, даже повышает ее плодородие. Его норы работают даже как дренаж в весенний период, помогая сходить лишней в воде. Поэтому, проанализировав огромное количество различных способов борьбы с кротами, законных, не очень законных, экологичных и совершенно недопустимых, я советую вам следующее. В тех участках своего сада, своего огорода, где присутствие крота крайне нежелательно, используем кротовую сетку, особенно если это стационарная теплица, если это клумба, дорогая вашему сердцу или насаждение особо ценных растений. Используем кротовые отпугиватели, ультразвуковые, которые просто создают кроту невыносимые условия, и он вынужден уйти в другие части сада, в поля, в леса, на соседские огороды, в конце концов. А вот в остальных случаях, поверьте, с кротовиной на газоне или где-нибудь возле дерева в саду можно бороться, просто разровняв ее граблями, и позволить этому зверьку выполнять свою очень важную для природы задачу. Таким образом, используя вот этот вот нехитрый прием кротовых сеток, небольших отпугивателей, пахучих веществ, мы и сохраним здоровье природы, здоровье нашей почвы, окружающей среды, и сохраним этого действительно очень уникального зверька. А с вами была Юлия Кондратенок. И если у вас появились новые предложения, как можно мирно ужиться с кротом, мы будем только рады выслушать ваше мнение, ведь ваши предложения всегда с радостью нами принимаются. А пока процветания вам и вашему саду, здоровья! Подписывайтесь на наш канал и постарайтесь найти с кротом общий язык. До новых встреч!